Лучше всего, мне кажется, на MIUI 10 вел себя мой Poco F1. Хочу вам, ребят, рассказать про камеру. Всем привет, с вами Артем Бухонин, и сегодня мы поговорим с вами о MIUI 12, а именно о моем опыте эксплуатации этой операционной системы. Как вы знаете, я недавно обновил свой Poco F1, и вот что из этого получилось, я сейчас вам расскажу. Расскажу о фишках, а также о моем опыте эксплуатации. И да, всем добра! Вот такая доска меня встретила сегодня с утра. Ребята из моего Telegram-чата знают, с какими трудностями я столкнулся. Во-первых, были жесткие фрезы-лаги, сейчас я вам их покажу. Poco F1 два дня нормально, а потом ведет себя примерно вот так. В общем, это решалось только перезагрузкой, перезагружаешь. Еще на пару дней хватает, так скажем, чтобы нормально пользоваться. Это из опыта эксплуатации. И еще меня дико бесит, когда ты фоткаешь, потом фотки получаются набок повернутые. Это то есть надо потрясти телефон, ну вот такой вот легкий, но косячок. В целом, система работает нормально, за исключением тех предыдущих пунктов, когда дико все тормозило. Батарейки хватает примерно так же. Я бы сказал даже чуточку больше, не зная, что они сделали. Оптимизацию я не делал. Это буду делать отдельным уроком. Но пока меня, так скажем, устраивает. Фишки сейчас некоторые, что мне понравились, я расскажу. И сменим локацию. Ребят, начать хочу с того, что мне тут один персонаж говорил, что у тебя, в общем-то, это вообще не MIUI 12, я хрен знает че, какая-то пародия. Но все оказалось не так. Он просто повелся на вот эту шторку уведомлений. Я хочу вам показать, как включается новый центр управления, который косит под iOS. Просто в поиске пишите «Центр управления» и дальше нажимаете «Использовать новый центр управления». Оп, все, готово. Ну че, дружище, пародия это на MIUI 12 или это все-таки MIUI 12? Ну вот так, ребят, это хотелось бы добавить вначале. И да, хочу добавить, слева у нас это центр уведомлений, а справа центр управлений. Ну вот, даже не с первого раза козел сработал. Но так, в общем, работа стабильная. Насчет центра управления. Иногда охота здесь посмотреть уведомления, но нет, их тут не будет, они будут с левой стороны. И да, по стандарту здесь стоит у меня светлая тема. После переустановки MIUI. Но когда мы выбираем темный режим и включаем его, ну это делается в настройках, я думаю, все знают, как это делать. Большой плюс, что все приложения делаются в темном режиме. Вот прям от слова совсем. Особенно это почувствуется на OLED-экранах, в отличие от LCD. Ну просто любое приложение, какое вы не зайдете, они все, ну почти все. Но нет, видели, вот, все, оно стало тоже черным. В общем, это очень крутой адаптивный темный режим стал в MIUI 12, что мне очень понравилось. Хочу вам, ребят, рассказать про камеру. Как бы все круто, она работает нормально, ничего такого страшного. Но единственное, меня что бесит, это то, что вот так нельзя теперь переключать режимы. Нужно именно вот по этим переключать, вот где надпись, видео, фото. Вот тогда переключаются еще режимы. Насчет камеры, я думаю, вам стало понятно, да? А так, в принципе, она работает, как обычная камера, хоть на любой MIUI. Единственное, неудобно теперь менять режимы. Например, когда ты хочешь один к одному, так же надо три точки, вот один к одному, три к четырем. Самое удобное было на MIUI 10, когда ты просто щелкаешь и выбираешь. А тут теперь надо идти в настройки, выбираешь один к одному, например, делать фотку для инсты. И вот это меня бесит, что нельзя вот так перелеснуть, только вот снизу. И насчет лагов еще раз я вам покажу. Вот как раз начал записывать, делать запись, и тут уже вон понеслось. Так-так-так-так-так-так-так. Ну, это сейчас чуть-чуть. Ну вот, уже понеслось. Заметили, да? Как избавиться от этой проблемы? Все очень просто. Нужно зайти в центр обновления. Для этого идем в настройки. Ну, а если вдруг у кого-то еще такая же есть проблемка. А телефоне в обновление попасть. Вот проверка обновлений. Сейчас он скажет, ничего не надо. Ну, ничего не найдено. Нажимаем три точки. И скачать полную версию. И тогда решится, так скажем, система заново переустановится. Но у меня почему-то не дает. Хотя вот это единственное решение. Либо заново накатить прошивку, чтобы не было такого. Ну, либо делать, как я. Перезагружать смартфон раз в два-три дня. Вот сейчас мы перезагружаем. И все. И он сейчас заработает, как будто новенький живой телефон. Никаких косяков не будет. И так, вот у нас перезагрузился наш смарт. Сейчас он включится, дуплится. Чуть-чуть после перезагрузки он подзадумывается. Ну, а потом он начинает прям очень шустро и резво работать. И два-три дня безотказной работы вам обеспечено. Но я думаю, это просто моя, так скажем, такая косяк моего аппарата. У вас так не будет. Давайте после перезагрузки попробуем скачать полную версию. Так, о телефоне. Версия MIUI. Три точки. Скачать полную версию. Нет, ошибка загрузки. Не хочет он, в общем, скачивать. Это мне значит, надо будет полностью перепрошивать. Если у вас обновление прилетело по воздуху, то я думаю, вы с таким не столкнетесь. У вас должно быть все нормально. И еще одна крутая фишка. Осталось менее 5% заряда. Включаем ультраэкономию энергию. Это очень классная штука. Она и раньше была. Но мне сейчас почему-то на темной... Почему-то на MIUI 12 она стала еще больше нравиться. Здесь у нас стало доступно только телефоны, контакты, сообщения и WhatsApp. Все, больше, в принципе, ничего у нас и нет. И то мы можем какие-нибудь приложения добавить, но не советую. И вот на этом режиме хватит еще очень надолго вашего смартфона этих 5%. Ну и что хочется еще сказать, что все знают о таких сервисах, как MSA, MIUI, Diamond. Ну и вообще это, конечно, больше к оптимизации подходит. Ну ладно, сейчас тоже разберем с вами. Короче, чтобы их отключить, идем в настройки и пишем личные данные. И не хочет ничего показывать. Нет, вот. Ну, в общем, видите, она чуть-чуть подтормаживает у меня. Доступ к личным данным. И здесь вот и есть эти сервисы MSA, MIUI, Diamond. Он даже не хочет их сразу отзывать, хочет вас втюхнуть в рекламу. Ну, это нормально, что смартфоны по такой себестоимости хотят жить за счет рекламы, показанной вам. И то вот он сразу не хочет это делать почему-то. Но вообще здесь они отключаются. Вот одна отключилась. Давайте вторую попробуем. И Тони с первого раза, видали, да? MSA не хочет отключаться. Давай, козел. Все, отключились. MIUI, Diamond в начале, потом MSA. Ну и еще можете разные тут отключать. Но это уже ролик из разряда оптимизации. Но всем советую сделать так же. Будет чуть-чуть лучше, ну, так скажем, вести себя, меньше кушать батарейку. Так что советую это сделать. Напишите вы, с какими косяками вы столкнулись на MIUI 12, если вы на такую обновились. И что вас еще интересует рассказать про эту систему. Я обязательно расскажу. И хочу добавить от себя, что жене тоже вот буквально вчера пришло обновление на Redmi Note 8 Pro. И она довольна. У ней нету вот таких лагов, как у меня. У ней появилась внизу тут черточка, которая возвращает предыдущее приложение быстрым касанием. На Покафоне такого нет. Это в безграничном экране вообще включается. Короче, она довольна. Она говорит, все, не надо мне iPhone. Буду на Redmi Note 8 Pro. Я еще и наклеил ей стекло. Ролик будет вот здесь в подсказочке. И теперь как будто у ней новый телефон. Но хотя на самом деле я хочу и купить новый телефон. Еще раз повторюсь, напишите вы, что вам интересно, про что рассказать. И кто обновился, расскажите о ваших минусах. Что у вас не так с MIUI 12? Может сделаю ролик с подборкой вот таких косяков. Ну, в целом меня устраивает. Как видите, батарейку кушает. Но у меня она уже ушатанная. Но у меня еще быстрее ела на MIUI 11 батарейку. И тут я еще не делал оптимизацию, а там делал. А лучше всего, мне кажется, на MIUI 10 вел себя мой Poco F1. Ну, по крайней мере, камера мне там нравилась больше, как работает. А здесь кучу наворотов засунули. А вот так хрен переключишь. Меня бесит. Давайте скажу итог уже у себя в студии. Я надеюсь... Че-то не так. Я надеюсь, вы поняли все фишки, весь опыт. И ролик оказался вам полезным. Если так, то ставьте большие пальцы вверх. Напишите коммент, что вы думаете по всему этому ролику. О моей вот этой локации. Такой непонятной, пишу честное. GoPro. В общем, я жду от вас ответную реакцию. Полезный ролик. Бесполезный. Продолжать в том же духе. В планах сделать оптимизацию MIUI 12. И поговорить о MI Bendy 5. Ну, не знаю, как пойдет. Сейчас просмотр минимум. Но... Ребят, те, кто со мной до конца, в итоге будут вознаграждены. Это я вам обещаю. Потому что я делаю вот это все не зря. Я пишу свой курс по обучению товарному бизнесу. Этого курсу не будет аналогов за его цену. Это я вам обещаю. Потому что вкладываю туда, можно сказать, частичку души. Но об этом вы узнаете позже в следующих роликах. А пока на этом все. Всем спасибо за просмотр, ребят. До скорых встреч. И всем пока-пока. Сорян, что так редко выходят ролики. Но я сейчас стараюсь над своим курсом. Ладно, все. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова